Путину можно будет после 2024 года аннулировать его предыдущий срок и заново баллотироваться? Слушайте, у меня очень такие демократические либеральные взгляды, поэтому я считаю, что Конституция это основной закон, его нельзя менять, но и нельзя править вечно, поэтому в России узурпация власти, Путин уже по сути чуть ли не четвертый срок у власти, я против этого, я считаю, что надо менять всех начальников, включая президента. То есть еще 50 лет с ним под его руководством вы не хотите? Нет, я считаю, что везде нужна конкуренция, везде, то есть в бизнесе должна быть конкуренция, в отношениях должна быть конкуренция, в политике должна быть конкуренция, конкуренция она выдвигает сильнейшую, а когда один человек с всеми правдами и неправдами у власти, он не может всегда быть лучшим. Как вы относитесь к каким сегодня обсуждаемым всяким там национальным проектам? Если честно, я не смотрю телевизор, я не в курсе национальных проектов, но я знаю, что в нашей стране, к сожалению, почти все институты перестали работать. Я не против проектов, если они будут, опять же, сделаны по принципу здоровой конкуренции, то есть выбирается лучше, я не понимаю, почему в государстве, в котором добывают нефть, у нас офигенный бюджет, почему мы смс-ками спасаем детей. Вот это для меня загадка, потому что я не против того, чтобы общество во многих вещах участвовало, но почему государство не готово спасти какую-то категорию граждан, когда их там может быть 100 на всю страну, мне странно, почему у нас вот такая проблема с онкологией. Сегодня почти многие люди, вот недавно умер один врач, я не помню, к сожалению, как его зовут, но он сказал такую вещь, что в целом у нас есть, конечно, крутые онкологи, но по большому счету без связей вы можете остаться на обочине и умереть. То есть если у вас есть через кого записаться к хорошему врачу, да, возможно, вы спасете свою жизнь. Вот это странно, то есть хотелось бы видеть наше государство, где там сильная медицина, где довольные пенсионеры, которые могут себе позволить куда-то съесть на 10-10 лет. Вот, блин, вот я мощь страны вижу в экономической мощи, а у нас этого, к сожалению, нет. Поэтому вот эти все бомбежки в Сирии мне просто влагать хочется, что только денег на это тратим, а своих детей не можем спасти, союзные камни. Я бы даже, знаете, больше бы сказал, включаешь телевизор и видишь такой контраст, да, просит там хотя бы по 50 рублей, как вы говорите, отправить на смс, и через 5 минут уже идет репортаж о том, что в очередной раз произошли там многомиллиардные хищения, хищения, хищения. Да, я, кстати, не против, я сама подписана на вот эти вот благотворительные, прям, то есть я каждый раз не перевожу, а я вот подписалась, и каждый месяц меня снимают там на один какой-то проект, на другой, я за благотворительность через фонды, через институты, вот. И я считаю, что каждый сам для себя решает, нужно им это или нет. Скажу так, я работаю, уже давно отучилась, в данный момент я не работаю на конкретном, ну, как бы в конкретной компании на фрилансе. Я ищу людей, я рекрутер. Вот, ну, в общем, я за то, чтобы наша мощь была через то, что мы сильное государство, здоровое, готовы помогать детям, старикам, где у нас люди себя чувствуют защищенными. Для меня был шок вот с этим коронавирусом, что у нас одна лаборатория на всю страну. Это при всем при том, да, какой у нас бэкграунд научный. Как так можно быть? Почему у нас в Москве нет 10 таких лабораторий и в любом другом городе? Одна в Новосибирске. Вот, вы знаете, вот у меня такой к вам вопрос. Вот мы проводим опрос, да, и вот до вас отвечало много людей, ну, более старшего возраста. Вы знаете, почему-то как-то, даже я не знаю почему, но странно, но они так, то ли боятся люди говорить на камеру правду. То есть они все как бы так, ой, да, да, хорошо, там вот что-то и Путин останется и все остальное. Ну, это нормально, мне кажется, за плечами. Советское время тогда все боялись. То есть привычка, и папа вот наверху стоит, и все, надо, да, как-то за такое восприятие власти как обязаловало, да? У нас многие не любят говорить правду, и мне кажется, этот страх, он во многом связан с советским прошлым. Мне даже кажется, что это поколенческая проблема, потому что среди молодых я вижу, что люди не готовы говорить правду. Вот, например, я как рекрутер сталкиваюсь с тем, что люди не хотят поделиться мнением работодателя. Они многим недовольны, но они никогда не скажут. Они даже не скажут это стороннему человеку, они боятся, а вдруг... Ну, вот, у меня недавно был диалог с парнем, и он сказал, что он бы никогда не ответил стороннему человеку, вот он, допустим, хочет прийти в эту компанию и хочет узнать, как у вас там с этим дела, с тем, как начальство, ну, чтобы к самодуру какому-нибудь не попасть. И он говорит, я всегда скажу норм, а что я буду, зачем мне проблемы? Я говорю, а ты правда думаешь, что твой работодатель кого-то нанял, чтобы тебя проверить на твое мнение работодателем? Мне кажется, это странным, но он молодой, мне кажется, это какой-то поколенческий, такой генетический, что ли, страх. То есть он явно от родителей ему передался. Я в этом смысле более открытая, не знаю, мне часто говорят, это со стороны, я действительно могу сказать, что я думаю, не знаю почему. Ну, я знаю, что это редко бывает, часто люди стараются промолчать. И еще, глаз народа. Может быть, вы думаете, считаете так, нам пора сменить кардинальную систему и вернуться к традиционным ценностям, к русской монархии? Ну, нет, я все-таки либеральный демократический взгляд, поэтому я считаю, что должна быть конкуренция. То есть мне кажется, что надо всегда выбирать лучшего. Вот знаете, в чем сила демократии? Она даже не в том, что мы выберем лучшего, нас же всегда обманывают. Ну, то есть как бы на выборах всегда обещают то, что может быть даже невозможно исполнить. Или, ну, неважно, да, то есть обещают одно, не всегда мы это получаем. Но выборы нам дают возможность сместить этого человека и получить нового. И, возможно, это главная вещь, которую дают выборы и демократия, ну, такие честные. А вы верите в то, что у нас прозрачные выборы? Нет, у нас как раз нет. А я как раз говорю, что если выборы конкурентные с самого начала, то основная задача этих выборов, возможно, не в том, чтобы выбрать сильнейшего, а в том, чтобы убрать того, кто был до этого. Возможно, это главная функция выборов. Вот. Я не против монархик, такие, как там, ну, условно, в Британии, там, где есть королева, но все-таки политика, она не занимается. Все-таки это, ну, мы уже в другом обществе живем, когда мы уже знаем, что такое там определенные ценности. Общество меняется, поэтому... Как вы думаете, большинство молодежи так же думает, вот, ваше? Я не знаю, как думать, большинство молодежи, я же не проводила опросы, вот. Но, как бы, из того, что я в школе усвоила, вот, для меня выбор – это очень важное достижение. Выбор во всем, да, мне нравится, что я могу выбрать продукты в магазине, мне нравится, что я могу выбрать одежду, мне нравится, что можно выбрать власть, которую мы сейчас, к сожалению, не выбираем. Ну, как бы, вот, выбор – это уже то, что, мне кажется, меня избаловало. То есть, я не знаю, выбор партнера, да, то есть, тебя не женят в 14 лет, на ком попало, а ты сам думаешь, кто тебе нравится. Ну, хорошо, спасибо вам большое, мы желаем вам удачи. И вам. Всего доброго. Спасибо, спасибо.